Однажды Виктор Герасченко сказал, проституция всегда была есть и будет, так же как и банковское дело. Получается, что названия разные, но смысл одинаковый. А между тем, Центробанк ограничивает доходность по вкладам населения. С 1 июля изменились правила для банкиров. Теперь размер отчислений Фонд страхования вкладов будет привязан к уровню ставок банков по вкладам. Чем выше ставки, тем больше отчисления. Если банк укладывается в базовый уровень доходности вкладов, он будет платить отчисления по базовой ставке 0,1%. В случае превышения базовой ставки кредитная организация за весь этот квартал должна будет заплатить в АСВ взносы по повышенным ставкам. В связи с этим банкам придется внимательно следить, чтобы их обещания доходности по вкладам совпадали с правилами Центробанка. Так что сверхвысоких депозитов теперь не будет. Вот еще бы с кредитами так сделали. По данным агентства Интерфакс, АвтоВАЗ намерен приобрести 100% акций ОАО АвтоВАЗ-Транс, принадлежащего корпорации Ростех. Госкорпорация объявила конкурс по выбору оценщика на 100% доли в АвтоВАЗ-Трансе. Оценка проводится для целей принятия управленческих решений. Рассмотрение заявок на конкурс и подведение его итогов запланировано на 1 июля. Продажа планируется на открытом аукционе. По результатам оценки будут определены сроки продажи. Власти Туниса решили отменить налог, который был введен для иностранцев-нерезидентов. В миру эту подать прозвали «налог на досвидание», так как его собирали с отбывающих туристов в размере 30 тунисских динаров или 15 долларов США. Первопричина такого введения – создание возможных бонусов для туристов, чтобы хоть как-то увеличить турпоток, рухнувший после теракта в Суссе. А я вот не знал, что с гостей страны собирают деньги за отъезд. Некоторым логичнее было бы доплачивать, чтобы уезжали быстрее. А вот представьте, что будет, если, к примеру, Чехия введет такой налог. Наши там нагуляются вдоволь, а как уезжать? Извините, поиздержались, деньги йог. И можно продолжать гудеж на законных основаниях. Курс доллара на 2 июля – 55,47 рубля. Курс евро – 61,65 рубля. Золото стоит 2089 рублей за грамм. Серебро стоит 27,88 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 62,97 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.